И находясь в таком положении, воюя там с общим нашим врагом, я имею в виду общим вместе с украинцами нашим врагом, Россией, воюя с ней, вдруг внезапно происходят вот эти вот события в Газе, и Украина очень ясно высказывает свою поддержку Израилю, а это равно поддержка в убийстве ни в чем не повинных людей. Украина поддерживает Израиль, потому что Америка поддерживает Израиль, Америка финансирует армию Украины, делая не в справедливости, а в геополитике. Так, Рамзан Кадыров. Являются ли лицемерами батальона Шейха Мансура и Жахара Задаева, воюющие за Украину, ведь он поддерживает убийство мусульман? Конечно нет, как мы можем назвать этих людей лицемерами? Смотрите, те мусульмане, кавказцы, которые сегодня находятся на территории Украины и воюют против России вместе с украинцами, защищают по сути сегодня украинскую землю, они оказались в очень неприятной и тяжелой ситуации на самом деле из-за вот этой позиции Украины в вопросах Израиля-Паристинского конфликта. И да, она сложная, потому что судьбы этих людей, большинства людей, ну многих людей, находящихся сегодня в этих батальонах, эти судьбы очень сложные. Эта ситуация не была бы сложной, если бы, допустим, это были бы какие-то союзнические войска, там у нас была бы, наша страна не была бы оккупированной, и мы бы могли бы просто в какой-то момент, нам не понравилась какая-то позиция, и мы говорим, так, стоп, ребята, вот эта позиция для нас неприемлема, поэтому мы все, значит, сворачиваемся. Если бы вот так они могли бы сказать, то да, она не была бы сложной, но мы-то с вами понимаем, что они не могут этого сделать. Вы должны в контексте этой ситуации понимать, эти батальоны, например, два батальона, о которых ты говоришь, находятся там с 2014 года. Они воюют с Россией, когда нет еще никаких вот этих событий, нет никакой поддержки убийства мусульман Газы, Израиля, ничего подобного нет. Они находятся там, они воюют. Начинается крупномасштабное вторжение российской армии в Украину в 22-м году. Там образуются еще батальоны, ну или батальон, в котором также, туда также приезжают чеченцы, там другие кавказцы, пополняют эти батальоны. И многие из тех, кто там находится, это люди не просто там без какого-либо гражданства, это люди, которым некуда вообще деваться. Они, находясь в европейских странах или в Турции, они были нелегалами, либо были там объявлены какими-то нежелательными, опасными. И их как-то, эти страны, их выдавили в Украину, как появилась возможность, люди там изъявили желание туда поехать. Их выдавили обратно, им деваться некуда. То есть они в таком положении все находятся. И находясь в таком положении, воюя там с общим нашим врагом, я имею в виду общим вместе с украинцами нашим врагом, Россией, воюя с ней, вдруг внезапно происходят вот эти вот события в Газе. И Украина очень ясно высказывает свою поддержку Израилю, а это равно поддержка в убийстве ни в чем не повиненных людей, сегодня убиваемых в Газе, конечно, да, безусловно, это знак равенства. Конечно, поднять израильский флаг и сказать, что мы всецело поддерживаем Израиль, это равно поддержка в убийстве ни в чем не повиненных людей, которым сегодня армия Израиля убивает в Газе. И эти воюющие там батальоны, они оказываются в ситуации, когда они, если они скажут, так все, ребята, вот это вот для нас неприемлемо, мы отсюда пошли, то те, кто имеют там документы, какие-то гражданства, они оттуда уйдут. А что делать тем, кому некуда деваться? Что будут делать они? Что делать гражданам Украины, мусульманам, крымским татарам, которых большинство, ведь эти батальоны там чеченцев и кавказцев, это их на самом деле по сравнению с коренными украинскими мусульманами, их меньшинство гораздо больше коренных мусульман Украины, которые сегодня воюют. Этот же батальон Крым, например, добровольческий. Сколько там таких? Что делать им? Они вообще граждане Украины. Поэтому, да, это очень сложная ситуация. Да, нас будут тыкать в нее. Российская пропаганда нас будет. Вот эти вот враги Аллаха, которые находятся у нас дома, они будут нас в это тыкать. Да, сложно будет. И да, это заслуженно. Да, они, конечно, будут это использовать. У них появилась эта возможность использовать этот козырь благодаря необдуманным действиям украинских властей, к сожалению. Но такова реальность. Придется с этим жить. В том, что мы тоже без документов в свое время в Европу уехали беженцами. Вот ровно так же могут и они не могут. И вы никуда не уехали. Вы не были в том положении, в котором они. Поверьте мне. Я знаю точно. Если кто-то говорит, что был и уехал, свяжись, докажи мне, что ты так уехал. Я знаю, что он не был. Я тебе расскажу о положении людей, которые там находятся. В каких они базах находятся. Куда они оттуда? Как они вообще туда попали? Я знаю положение многих этих людей. Поверь мне. Без документов приехали. Без документов те, кто сюда приезжали, не имели вообще никаких проблем в большинстве своем. По крайней мере, когда они выезжали из России. Либо делали себе там левые документы. Здесь, в этих странах, никаких проблем эти люди не имели. Понимаете? Эти проблемы... Смотрите, сейчас я, может, неправильно высказался. Когда я говорил, что не имели никаких проблем, я имел в виду здесь. У этих людей были проблемы, конечно же, в России, с российской властью. Да, очень много. Я сам один из таких людей, кто имел эти проблемы. Но большинство из тех, кто выезжали, здесь никаких проблем не имели. А те, кто сегодня выдавлен в Украину, они имеют проблемы уже во всем мире. Да, кто-то может быть незаслуженно, да, кто-то реально какие-то там ненужные вещи, может, делал. Но многие оказались там совершенно несправедливы. Когда Украина вырезала поддержку Израиля, были только Хамасом убиты и более тысячи евреев. К сожалению, это не так. К сожалению, вот эта поддержка и флаги Израиля в Киеве, недвусмысленные слова поддержки, это все было, когда уже наносились удары по сектору газа. Гибли ни в чем не поминные люди. К сожалению, это все происходило тогда. И это все, конечно, очень неправильно. Украина поступила очень необдуманно. И самое в этом неправильное, это то, что поддержка, вот смотрите, поддержка Израиля от европейских государств, от традиционно Соединенных Штатов Америки, от многих даже исламских государств, наподобие Албании, например. Ну, исламских я имею в виду большинство этих мусульман. Это неудивительно. То есть это какая-то традиционная такая поддержка. И поэтому, почему мы, допустим, не удивлены, почему мы об этом не говорим? Потому что это ожидаемо. Однако от Украины это было не просто неожидаемо, а это было неприемлемо, потому что Украина сама ведет сейчас войну с оккупационными силами, с оккупантом. И там очень много пересечений, понимаете, с израильскими событиями. Так как, когда президент Украины или там армия украинская, ну, представители армии, какие-то политики говорили про, я цитирую, да, защиту своей земли, оборона своей территории. Это были неприемлемые вообще словосочетания от украинских политиков. Так как там-то вопрос, он вообще, ну, очень такой, это лакмусовая бумага, понимаете. Это вопрос вот этой вот оккупации, борьбы с оккупацией. Там уже на протяжении десятилетий идет именно этот конфликт. Весь этот конфликт связан с оккупацией земель. И там есть очень четко даже оговоренные оккупанты в резолюции ООН. И вот в этом контексте, когда Украина сама, борющаяся с оккупантами, начинает говорить свою землю, там, оборона своей территории, это, конечно, было неприемлемо. К сожалению, Украина это сделала. И я думаю, в дальнейшем, конечно, это очень такой негативный отпечаток в целом. Я не знаю, я не вижу каких-то сейчас сценариев, при котором там Украина поменяла бы свое мнение в этом вопросе. В общем, к сожалению, это очень сложная ситуация. Украина поддерживает Израиль, потому что Америка поддерживает Израиль. Америка финансирует армию Украины, делая несправедливости, а в геополитике. Я согласен, но я считаю, я уверен, убежден в том, что Украина могла бы не высказываться вот так вот. Не вывешивать флаги, не говорить, тем более, вообще не имела права, я считаю, Украина, начнем с этого. Я считаю, что Украина не имела права использовать такие обороты речи, как защита своей земли и оборона своей территории в отношении Израиля, потому что там нет у Израиля своей земли, своей территории. Ну, по крайней мере, в тех границах, которые сейчас у Израиля, об этом говорить не приходится. ООН говорит о том, что они оккупанты, понимаете? Поэтому это использовать Украина не имела права, я в этом убежден. Второе. Я считаю, что Украина могла бы просто более нейтрально высказаться, осудить Хамас за убийство ни в чем не повинных людей, осудить также ИЦАХАЛ за убийство ни в чем не повинных людей. Понимаете? Сказать, да, или даже не осуждают, хорошо, еще нейтральнее. Сказать, что убийство ни в чем не повинных людей, это всегда плохо. Призвать к деэскалации, к миру, выразить надежду на то, что они смогут договориться жить мирно. Все. Даже могли не призывать их к возврату там, к границам этого какого-то года, не призывать их к реализации резолюции ООН. Ничего этого даже можно было не говорить. И я считаю, что, я убежден опять-таки в том, что это никак бы не повлияло на поддержку Украины в этой войне со стороны США, со стороны Запада. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok